Не трогай это, не трогай писька Ты есть это не будешь Ну че ты пришел, а? Ну че тебе нужно? Нет, это ты не трогай вообще, иди, ты уже все пил Иди давай Ну че ты обнюхиваешь? Не трогай, это мое Все, все, нанюхался, иди Иди, говорю Салют Сегодня тема, даже, наверное, будут их две Нет, наверное, будет одна Сроки годности как сроки реализации Да, я понимаю, тема та же самая Какая срока годности Че о них говорить, если так все уже известно Итак, это будет мукинг-банкинг Как вы, в принципе, видели из начала видео Все, что я ем и все, что я буду кушать То есть, понятное дело Это, это, ой, тут все отсвечиваю Ну, это те, которые похожи на тараканов Это пекан Грецкие Маленькие штучки-дрючки Сосочки Позабавьте свои милые сосочки Блядь, пиздец, вот реклама Кедровый Этот, как его он Миндаль Фундук Макада Мия Огромные Вот, это будет молоком запиваться Вот этим вот Сильно, ну, понятно Открыто это Сильно блекует Да, кстати Ну, и из фруктов вот этот вот Называем, по-моему, это персик, я так подумаю И иранские Иранские персики Из Ирании Слива Виноград Без косточки Вот, не киш-миш Ну, а все же Ну, что, Писечка, ты будешь тут сидеть, Челя? Писечка Ну, Писечка Вот, что самое интересное О сроках годности Давайте чуточку попозже, наверное Расскажу о том, как Молоко, кстати, 2,5 жирности Вот Как все проходит И у нас тоже В нашем регионе Палка упала А, почка Вот Третья волна Девятый вал И все тому подобное То есть Сейчас не будем говорить о сроках годности И как сроках реализации Это и так понятно Но Это будет в дальнейшем Почему, объясню Третья волна Ах, краснющая Вот Так, спасибо, донор Да, на здоровье Вот Краснющая Как черешня Ну, ты же не будешь Что-то умею Да, Писечка Смолота Фу Да что такое, блин Ну, что, ты пойдешь куда-нибудь, нет Вот Поэтому Все, что начиналось Ты пойдешь? Иди Иди Все, нагулялся Вот Все, что Происходило И происходит сейчас У нас В России Оно будет происходить всегда Коточка Слива Вот Знаете, что происходит Интересное То, что Я уже называл И говорил Что будет И третья Четвертая Пятая Если сейчас Уже она не идет Там Двадцатая Какая-то волна О которой Мы все Уже все Прекрасно понимаем Все Прекрасно понимаем И понимаем Мы это Лишь потому Что каждый Чуть ли не каждый день Идет зомбированный По федеральным каналам Втыкайтесь Носите Как Валида Говорит С канала Валидол Носите Носят Перенджи Перенджи Свои носят Я это еще Называю иногда Подгузником Вот И Что самое Интересное Сегодня был Опять на Донатейшине Одонатился И Что самое Интересное Я уже говорил Что Там Охранник Который Проверит Там руки Потирает Нам Этим Дезинфектором То есть Мы Трем руки Он там Накладывает Опрыскивает И Еще температуру Опять мерить Ставит Там врачи Сначала мерят Потом Непонятно И Только он Спрашивает Про эту Про этот Одноморник Я его Одеваю Потом Иду на Второй Этаж Все Снимаем Но Опять-таки Какая-то Новая Девка У них Появилась Которая Берет Из пальца Кровь На Гемогловин Кстати У меня Сегодня Очень Хороший Гемогловин 148 Замечательно И Голее Месяц назад Я завал крови Вот И Поэтому Ух Звуперсик Не знаю Как Камера Передает Но Передает Очень По-моему Я вижу Класс А я Наверное Не смогу Так Больше Наверное На манго Похоже Какой-то Я Уже Поел Но Есть Еще Хочу В Эти Плазму Сдал 600 МЛН Он Тянет Тянет На Еду У нас Вообще По-моему Вся Жизнь С едой Связана Ну Почему Второй рукав Завернут Потому что Тут Тоже Брали Они Странно Все Это Делают На Плазму Нет Чтобы Вот Сразу Ложиться На Кресло И Потом Уже Это Блин Да Что Это Мешать Потом Сразу Пробу На Анализ И Саму Донацию Производить Нет Они Сначала Берут Потом Мы Пьем Чай Сначала Делают Гемоглобин Проверку На Гемоглобин И Потом Уже Пьем Чай С Печенюхами И Идем Сдаем На Анализ Идем Там Общий Белок И Альбумин По-моему Только Остальное Я не знаю Чего Они И И И Тут Сразу Важаться Или Наоборот Сначала Сдаем На Общий Белок Альбумин И Идем Пьем Чай В общем Без Разницы Как Делают И Сразу Денотейшн Ну Ну Меня не проберет Конечно Виноград Фрукты Орехи И молоко Мне все нормально Вот И Эта Девчонка Спрашивает Где Ваша Маска Блядь Думаю Еще Одна Ковидолубка Блядь Думаю Ладно Я достану Свою Ковидолубку 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 Очень Нравится Вот Так И Сижу Перед Ней Вот Таким Обратом Все Посмотрел И Молчи Думаю Лучше Ты вообще Ничего Не Говорил Все Ушел Сделал Все Как положено Отдал Ну О чем Таким Я уже На предприятие Съездил На свое Покушал И Маловато Чего Ну Вот О чем Я хочу Сказать Вот Эта Третья Волна Четвертая Пятая Девятый Вал Девятый Вал Майвазовский Там По-моему Море После Шторма Написано Да Если Я не Ошибаюсь Написание Писание Картины Море После Шторма В чем Тут Девятый Вал После Девятого Вала Что Вот Это Думаю У нас Будет Девятая Еще Волна Когда Нибудь А потом Все Затихнет И Пока Сидишь Ешь Печенюшки И Запиваешь Это Чаем Они Там Федеральные Каналы Показывают Втыкаются Все Втыкаются Всем Всем Втыкают Всем Втыкают И Все Знаете Вот эти Личинки Которые Ходят В Белом Бачках Специальных Респираторов Они Понимаете Да Что Такое Какой День Открытых Сообщений Да Блин А Че Я Здесь Могу Брать Не Могу Не Знаем Так Вот Втыкаются И Там Вот У этих Личинок Написано На спине Доктор Что Это Такое Как Это Можно Понять Что Ты За Доктор Доктор Чего Каких Наук Что За Тупость Что За Пиздаватизм В Этой России Происходит В Нашей России Происходит Написано Слово Доктор Доктор Чего Кислых Щей Вывода Тараканов Доктор Ебли Ну Чего Доктор Тоже Красненькая Как Свекла Что У Мне Кислая Такая Ходят Показывают Они Там Лежат Блядь Ну А что До Этого Никто Не Лежал Что Все Так же Все Лежали Все Об Этом Просто Не Говорили Вот А когда Начали Говорить То Безусловно Это Начали Все Дальше И дальше Обещать О том Что Все Плохо Все Хреново Все В общем Пиздец Какой-то Живем Мы Только Ради Втыка Как Эти Некоторые Как Валюта Это Говорила Говорит Мол Это Я хочу Путешествовать Я Ну Те Кобедолупы Которые Хотят Я Хочу Путешествовать Путешествовать Воткните Меня Воткните Меня В нее Втыкают Какую-то Женщину Все Она Едет Они Говорят Все Ваш Втык Незаконен Нашей Стране И Начинается Опять Эта Вся Поебень Ковыряние Палками Ее Поковыряют Здесь Потом Через 24 Часа Или Через 72 Еще Раз Поковыряют Вот Насчет Вот Эти Ковыряла То Как Говорила Тоже Самая Валида Я У Своей Спросил А Действительно Ли Так Может Быть Она Говорит Может А Что Именно Может Вот Сейчас Скажу За сутки Пишут Заражение Произошло Заражение 100 50 10 То есть Каждый день По 5 По 6 Человек По 10 Человек Заражаются Только Эбановирусом Ну Или Большой Соплей Большая Сопля Идет По миру Гуляет Чем Больше Сопля Тем Больше Пострадавших Очень Любят Это Раздвинуть Вот Оказывается Этих Так Называемых Заболевших Ковыряют Палками Или Берут Кровь Так Вот Сколько Им делают Анализов В день С одного Человека Если У него Фиксируются Каждый Раз Положительные Все Эти Фиксации Учитываются И Нам Каждый День Говорят Новые Цифры То есть С одного Человека Получается Кровь Или Мазки Вот Эти Ковырялки Все Учитывается То есть Один Человек Грубо говоря Один И И Его Могут Проверить Три Раза В день То есть Получается Они Пишут Уже Заражений Не Один Человек А Три Человек Так 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 Если Будет Сто Человек С Каждого По Три Раза Будут Ковырять Там Все Естественно Он Естественно Он И Они Попадают В ту Самую Статистику Мне Моя Говорит Да Так Есть Я Говорю Чего ты Молчала Об этом Это Всегда Так Происходит То есть Вот Эти Все Эти Ковыряния Палками Они Включаются Каждый Раз Положительно 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 Потом Поковыряли Стало Отрицательное О Они Ещё На неделю Оставляют И так Далее И Представьте Человек Может Лежать Две Три Недели Либо Будут Говорять И Брать У него Анализы И Он Будет Постоянно В Статистике Постоянно В Статистике И Эта Статистика Она Не Просто Убывает Она Не Убывает Она Не Убывать Просто Не Может Она Не Будет Не Убывать Она Только Подрастать Будет Постоянно Так, ну что, мы до орехов доберемся, наверное. Интересно, как эти кушать? Я тогда скушал одну чайную ложку кедровых. Они дико сытные. То есть я это все скушаю. В лучшем случае не нужно все это мешать. Понимаете? Надо что-то, пару орехов в один день, пару орехов в другой день. Вот, например, как сбить обоняние. Вот, пожалуйста, кедровые орехи. Они маленькие, как семечки. Пошли в парфюмерный магазин и кушаете их. И слушайте ароматы. Только не таким образом. Мол, ой, яду орешку, семечку скушала. Сейчас я еще раз понюхаю, и все, у меня будет заебок. Нихуя у тебя не будет заебок. Тебе надо покушать. Размазать ее по небу, а потом что-нибудь еще делать. Потом побегать вокруг этих консультантов, сделать там, ГТО сдать. Вот. Поэтому сдал я плазму и поехал покушал и приехал сюда, к вам. На канал. Что самое интересное в том, что перед донацией вообще нельзя никаких орехов. Хотя, с другой стороны, мне говорили, можно миндаль, можно фундук. Но там несколько десяток штучек. Все, не более. Почему? Жирная кровь была. АЛТ был высокий. Показать. Очень, кстати, долго и ковырить приходится. Что еще мне нравится? Пекан. Пекан выглядит, как таракан. И своего образа собрат грецком. Грецкий не особо хорошо выглядит, сразу скажу. Потому что вот такое, видите, побитое. Это не есть хорошо. Более-менее. Терпимо. Потом еще кофе набернул. Бедро с шоколадом. Сникерсом. Ой, у меня же еще и там лепешка есть. Мука, вода и соль. Ну, безо всего. Хлеб безо всего. Ну, пекан мне нравится больше. В этом плане. Пекан, макадамия. И миндаль. Вкуснотища. Они, эти орехи, не на развес, а именно вот в упаковке. И миндаль жарен, ну или поджарен. Очень нравится. Потому что я дома сам жарил. И не особо хорошо получалось. Ну, а фундук, фундук, он такой же, как в шоколадном батончике нац. Очень, кстати, редко происходит он. То есть, он редко бывает в продаже. В свое время, в 91-92-х годах, всего наелся. Ну, как всего. Дорвался до того, чего никогда не ел в своей жизни. Да, здорово. С одной стороны, тот режим, который был советским, ничем не отличается от того режима, что мы живем в нынешнем, в республике. Вот. Поэтому. Они, как я не знаю, как яйца тараканов какие-то. Где это? Когда тараканчики выглупляются. Это кедровые орешки. Я помню, когда я их грыз, еще эти кедровые орешки. У меня еще в скорлупе были. Я все скорлупы съедал. Ну, вкусно было. Интересно, кто их грызет вообще? Может, китайцы? Я, конечно, не антисемит. Никакой. Не расист. Ну. Как бы просто интересно, да? Ну, и макадамия. Огромная, здоровая ореха. Ну. Вкусно. Они уже были без скорлупы. Естественно. Конечно же, дорого это стоит. Вот. Поэтому. Что насчет этих перензе, которые нас заставляют носить? Ну, в каких-то магазинах, может, еще и происходит это все. Ну, у нас уже на это все забили. В каких-то маленьких магазинчиков приходишь, ну, и уже вообще без перензи. Оно у них даже не висит. Молодцы. Делайте. Делайте как хотите. Единственное, чтобы такие люди никогда не требовали всех, кто приходит к тебе и хочет заплатить деньги за товар, себя не требовали. Вот. Оденьте перензе. Оденьте перензе. На взлет пошел. Вот. Знаете, иногда мне напоминает это укоры в сторону не перензевых людей. Без перензе, которые... А те, которые в перензе, они такие кричат. Знаете, мне это напоминает вот вся эта заваруха с фильмом Похитители тел. Каких-то 90-х годов, по-моему. Если я не ошибаюсь, да, по-моему, 90-х? Вот. Напоминает так, что вот кого видят без перензе, те сразу без перензе. Больные просто, реально. Не нравится мне то, что есть блогеры, которые говорят, ой, я прям не знаю, ой, надо втыкаться, ой, не надо втыкаться. Есть такие дуры, ой, реальные просто дуры, который показывал свои втыки всем всему миру захотели воткнуться втыкайтесь все нужно никогда говорить с экрана говорить о том что кого нужно убрать в определенную зону воткнутых и не воткнут дальше вышли эти корка да так смешно было реально она им показывает вот вот у меня есть qr-код qr-код скоро вытатуировывать будут эти qr-коды думаю что и того хлеще просто номера будут вытатуировывать кто понял о чем причем дойдет до этого сумасшедшие когда владимиру владимировичу сказали он по-моему тоже воткнулся на ну куда же без него 5 мы уже этого не видели поверим на слово вот поэтому эти qr-кода она им показывает говорит вот вот он у меня он есть смотрите он говорит нам это не нужно нам нужно чтобы вы поковырялись поковырялись и показали нам это экспресс тест не надо я уже только что ковырялась для этого есть qr-код где записано все не нам надо вот чтобы наши люди это все так люди некоторые не едят не ходят кино я не знаю у нас помню получше помягче стало но заражение есть как только объявили об этой так называет 3 называемая третьей волне что происходит прям в геометрической прогрессии сразу же и у нас в области сначала было 83 человека а потом 91 потом 104 потом 115 а там 123 сейчас по моему хоть поймешь сколько часами уже 200 вот а до этого было максимально 380 человек противиться многие не хотят этого делать так одну сливу я все-таки оставлю наверно там светло вот это вот напоминает мне фильм похитители тел которые когда видят что ты не такой как они они а что так и есть кстати она будет орать и ты ты одень маску ты вот вот и все вот поэтому ну там где я сдавал уже плазму как бы после лежал кресле никто с меня ничего не ты даже терапевты не требовали не спрашивали точнее ничего то есть все молча проходить все все понимают прекрасно девятый вал он будет когда-нибудь так сказал до двадцать пятого года или под двадцать пятый год включительно будет это вся поебень я так думал что потихоньку там будет уже какая-нибудь другая хуйня как сейчас происходит индия ну надо же индия как же мы про нее же забыли не зря мы вспомнили об индии туда в австралии забыли мы австралия сингапур мадагаскар папуа новая двине что там еще может быть чили аргентина чем чем дальше тем глубже да новая новая зеландия человек ничего не говорят индию вспомнили ну а конечно же блять ровесники миллиардного населения так же как и китай давайте посмотрим на индю оказывается большая соплей туда пришла ну надо же вообще хоть видели вот кто-нибудь из вас видел документальные фильмы до тех же самых блогеров по индии да просто вбейте в google в джуджил джуджил бейте ой блять чуть не уронил джуджил в бейте посмотрите сколько у меня было по счету около 50 фильмов про индию чего не там как они там живут что у них там происходит как они там процветают и цветут самое главное что не цветут и надо же в индии а этот штамм ходит он сам опасный да что ты говоришь он самый блять опасный то есть про английский уже забыли штамм который тоже блять он какой-то необычный нахуй блять индия вспомнили блять когда уже нужно было когда это все 20-30 лет назад об этом говорить они где едят там и спят тут же срут здесь же эти коровы ходят о чем вообще блять говорить уже многим надоело это но многие тянутся к этому им нравится это все есть люди да безусловно которые на чем не далеко ходить то я лежал здесь здесь имеется ввиду тут не там не тут а там когда сдавал плазму и напротив пацан просто лежал год тоже сдавал плазму до напяли ты сперенджи правда нос открытым но сперенджи нравится значит или нравится исполнять это все или нравится или нравится показывать свою лояльность вот я думаю что нравится показывать свою лояльность доел и таки я таки доел кроме вот сливы я сам мне че там ведро кофе надо съесть выпить вот и ведь им нравится я заметил это действительно нравится все кроме меня я вот хожу не просто же тогда даже какой-то обычный бывал мужик который явно что ему никто не указ и он все равно одевает перенджи я ловлю момент когда хоть один человек с ними и будет ходить без перенджи по службе крови никого очень поэтому следуя той логике которая нам пищевую как это делать выдавшим потом что все пиздец всему у нас это пиздец всему в этом плане что все люди ну я понимаю конечно кому-то нравится этот стиль перенджи кому-то не особо мне не особо попросили я одел и ушел потом снял за углом гуляем да пища хорошим миндаль не нравится больше он насыщен и вкуснятина но ну едем макадамия моим академия это пикан таракан похож мозг продолговатый как у фильме чужой и вот это хищник 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 против чужого пикан намного лучше чем грецкий какие-то братья собрать и знаете как вишни черешня но макадамия конечно дико огромный и плавно перейдем во вторую часть нашей беседы сроки годности как сроки реализации на самом деле почему я достал еще орехи потому что у орехов есть срок водности так же как у всех других продуктов питания подчеркиваю у орехов у которых нет кожицы процессы окисления происходят гораздо быстрее и все что вам кажется питательным и насыщенным и правильным вкусным может обернуться пропорционально не пропорционально а точнее сразу же на 90 на 180 градусов вот то что было вкусным и хорошим окажется горьким и не радостным когда я обжаривал миндаль не это труба и его оставил него уже говорит сколько можно держать уже эти орехи полиэтилене мешочек там тканевый поставь положил и что вы думаете они стали горчить даже учитывая что у них есть оболочка без оболочки миндаль поджаренный стоит еще дороже у нас его учитывайте что когда вы орех вскрываете идет процесс окисления здесь он многоновенный для того чтобы мы почувствовали вкус глубину и качество товара ну качество товара еще зависит от обработки вы все должны понимать что по ним могут ползать всякие букашки таракашки оставлять свои следы днк это мы все можем потреблять пекан тоже не должен быть вот таким вот это очень плохое качество спросите зачем покупать такое качество выбора нет хочется пекан хочется грецкий хочется миндаль и так далее а выбора нет также как и у многих у которых выбора нет те носят вот так вот таким глазами смотрят на тебя почему ты без перенде вот процесс окисления происходит необратимо особенно я живу для фундука кожица на орехов это защитная пленка ну как у нас например кожа который защищает нас от ультрафиолетов и от всего подобного другого потому что она защищает мышцы от порезов и кровотечений она защищает нервы и так далее вырабатываем определенные виды гормонов и витаминов вот наша кожа здесь например вот у макадамия используется вытесняется само ядро из скорлупы все никаких больше у них защитных функций нет поэтому те кто без кожицы окисляются быстрее и кушать их надо быстрее так вот сроки годности у них обусловлены их надо за ними надо следить всегда иначе вы сами себе же и навредите в этом плане там какой-нибудь бонос золотуха будет и так далее ну я сегодня что-то питательно поел очень питательно вроде кровь сдал вот сроки годности как сроки реализации действительно так и есть то есть когда вы видите на парфюмерных полках скидки особенно большие скидки вы смотрите на этот стикер я уже показывал у меня есть эти видео которые говорят о том что годен до определенного момента годен до сентября 2021 года вот ну вы должны понимать что я за ликву аэровозочной продукции то же самое почти что да парфюмерия парфюмерия нынешняя задержит спирт это консервант и защита очень хорошая защита но если при апробировании этого парфюма происходит тоже необратимые посредствия в виде окисления они незначительны они малотечны вот они малотечны то они могут нам дать определение в том что покупать то или иное произведение или нет когда вы тестите то например встречался с тем что тестеры в магазинах просто реально изменились и очень сильно это вам повод для того чтобы задуматься что даже искусственный свет может портить и самое главное вот это сопло распылителя который любит все там мацать оно тоже имеет место быть загрязнено и окислено нашими подожировыми следами вот поэтому сроки годности как сроки реализации они таковы и есть срок годности как срок реализации в магазине там просто написано срок годности а сами магазинные люди они это считают срок реализации вот это да пекан намного лучше чем грецкий ну я сегодня получил просто неимоверное удовольствие от орехов ну вот да грецкий конечно он не горчит но он какой-то суховатый миндаль конечно вкуснее вот поэтому не нужно считать что срок реализации это немного разная другая тема нет это одно и то же просто они используются под разным значением разных товаров где-то книги просто говоря сорок реализации срок реализации срок годности срок годности срок годности это начало от чего-либо а вот срок реализации это все-таки смотрят по концу окончанию срока годности это не одно и то же вон петрушкой и какую-нибудь заправку вот поэтому поэтому учитывая что мы сейчас там находимся под каким-либо штаммом третьей волны десятой волны и так далее то есть запугивание оно будет происходить ну хотел еще оповести о том что рассказать о том что как бы кто-то там что-то требует работодатель требует со своего подчиненного чтобы он втыкался иначе его уволят там по-моему 72 статья трудового кодекса гласит что можно может отстранить но не уволить ну у нас же знаете понимаете что отстранение это почти что увольнение то есть они могут написать так что ты не вышел тебе звонили а ты не вышел вот и все скажешь что нафиг ты нужен такой вот поэтому у нас это не практикуют я надеюсь не будут практиковать если будет это понятно что это нарушение то же самое то же самое нарушение по статье 21 Конституции РФ принудительные ну медицинские эксперименты это называется то есть утверждать то можно разное а все будет одно и то же видно вот ну если нас будут заставлять я не знаю знаете нас могут не заставить нас могут депримировать по каким-либо причинам например вот найти любую причину чтобы депримировать можно найти любые причины любые причины в деньгах это может быть постоянно есть у нас такой один цех который прям будет гнобить человека постоянно за это что он не идет на лояльно не относится к своей работе к своему работодателю может быть и прецеденты конечно кому-то запрещено втыкание там будет четко будет прописано и понятно вот но как люди считают что и опасаются опасаются вот он не воткнулся значит мы все будем носить это перенже да вы будете все носить это перенже еще может быть до 25 а может до 30 года может там что-нибудь другое придет какой-нибудь там не индийский вот этот вот блять джимми джимми а чу а чу блять вот вспомнили ебаный пиздец вспомнили нахуй вы блять индию то вообще видели или только фильмы смотрели как можно быть такими пиздоватыми джимми вот он уже идет он делает первые шаги да да товарищи да он делает первые шаги вот вот сейчас будем смотреть проверять и ковырять поэтому вот это увольнение я так ну наших знакомых никого даже есть знакомые которые держат средний бизнес в своих руках не отдавая его никому они не требуют но просят чтобы соблюдали как бы если при первом общении они ну потому что почему самое главное уходят на больничный и некому работать ну это все вот так вот поэтому работодателю ему неэффективно держать таких работников ну есть такие работники которые блять в год по 4 раза ходят на больничный поэтому там эбановирус не эбановирус похуй там наверное какой-нибудь сифилис или герпес половой вот вот и люди просто поняли смекнули что им надо сделать ну может на таких будут давить нас пока не давят у нас сами соглашаются у нас сами соглашаются втыкаться вот я отказался я не хочу ну просто не хочу ну блять считайте это если все будут воткнуты вот сегодня были мы ну десять человек было всего десять трое на тромбоциты нужно было срочно третью положительную один пришел не подошел другой пришел не подошел вот они вылавливали вот но если бы подошла бы моя я бы быстро переобулся вот еще одни приехали день открытых дверей что сидит вот поэтому кого будет с кого будет требовать и увольнять это явно незаконная фигня то есть отстранить вы можете а уволить нет знаете вот молва впереди бежит вот бывает молва о каком-то человеке молва идет впереди чем он сам вот здесь то же самое вот это тупорылая что ли я бы так бы назвал ебанутая нахуй вот все всех будут втыкать всех втыкать будут всех принудительно Владимир Владимирович такой сидит говорит нет это нереально это нельзя пенсионный возраст не будет повышаться пока я у власти а потом бахаться бах и пенсионный возраст повысил ну я по-моему удачно я в 60 лет по старости пойду я не буду потому что я каких-то пяти годов там у меня все нормально происходит вот все равно через 10 лет оформляться по пенсии вот поэтому вот эти увольнения которые многие сами себе же мы делаем создаем проблемы сами сами себе создаем проблемы то есть кто-то что-то сказал и вот эта молва поперла поперла пока до кого-то не дошло и то же самое с перенджем вот эти перенджем вот надо носить надо носить ну гандоны тоже надо носить ну что-то их не каждый же носит правильно вот 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 в качестве того что 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 не гозит постоянно сюда вот кошка киска скотинка киска редиска блять шкодная такая вот поэтому все эти уловки по поводу увольнения это все наша молва ну просто мы сами себе что-то там придумываем выдумывать и такие работодатели о да а мы сейчас можем найти лазейку да действительно они же боятся да они же боятся а мы их будем дальше давить вот и все сами же мы и виноваты с этими перенджем то же самое носите ну раз вы носите ну вы же носите вы же носите значит вас все устраивает вот а зачем вы снимаете вот вас же устроило все но и носите так же и сроки годности когда покупаете какой-либо парфюм вы видите что срок истекает определенный и вы понимаете что блин все все он сейчас все или взорвется и скиснет или все испортится ну какие то может быть и портятся но и еще пока не один пока его сколько у меня их двести семьдесят один ни один не испортился не знаю каким как там языком вылизывать там сопла сопла лизать не надо значит не знаю не дотрагиваться ни до чего не трясти может кто-нибудь без вас там их там мацал вот а красотища сегодня день хороший очень хороший с пользой я его потратил съездил одонатился одонатился вам вот тут мукинг бангинг записал донес мысль ну и сроки годности как сроки реализации все должны понимать что в принципе это одно и то же да но кто-то использует термин срок годности кто-то использует термин срок реализации это как-то знаете как-то по-новомодному что ли хотя это слово срок реализации он был ну я вам уже объяснял где-то что значит срок годности что срок реализации они бывают иногда разные вот в орехах в орехах которые я скушал у них к сожалению есть срок годности иначе если передержать их дольше то окисление даст свои плоды грубо говоря то есть это может или на организм как-то плохо повлиять или чисто вкусовые качества изменятся и все но на какие-либо другие течения может вообще никак не сказаться поэтому вот как многие блогеры говорят вот почему мне не нравятся вот такие люди они вроде бы вот все правильно делают да но в то же самое время они дают затравку вот как же вы не воткнулись да вы не воткнулись вы не сделали себе волшебное то есть вот это причастие не приняли это причастие себе для себя и так далее как вы можете находиться с теми кто воткнулся и так далее да кто вы такие вообще об этом говорить ну вот как очень быстро разложить общество на разлагаемое а вот так вот таким образом и общество разлагается один одно сказал другое другое третье подхватил и так далее и так далее вот и все к сожалению так и бывает ну в сроках годности ну такого кипиша наверное не будет если в магазин не прийти и там не набрать этой просрочки да может быть все вы должны понимать что срок годности в продуктах он очень такой ну не совсем условный он фактически потому что есть еще какие-то периоды там дней 5 10 он еще этот продукт тот или иной может находиться в в потребном состоянии поэтому ну не не скажу что сливы например да потребное состояние когда ты их покупаешь я покупаю вот у нас ларьки есть я быстренько беру все съедаю иногда просто придерживаю черешню я уже всю съел вам ничего не досталось вот все что было в принципе еще съел черный виноград ну хотя он внутри зеленый ну да ладно вот поэтому все те люди которые как вот как же им повезло а которые сами ходят в перенджи и других видят которые без перенджи и учат ну это вот все выглядит так как вот в фильме похититель летел да ты мол не такой да вы знаете же да как их там обманывали то есть вот это вот эмоцию убирали то есть похититель летел потом по моему новый ремейк по моему сняли что ли с николь кидман там они тоже такие же были вот потому что тот по моему 90 каких-то годов этот по моему 2010 или десятых годов у меня полный диск даже есть с ними он как-то по-другому называется да вот и вот когда они видят кого-то да что эмоциональный человек они скажут аааа блять вот и здесь то же самое блять вот с этими вот не увидели ааааа ну а пиздец это вот явно напоминает вот этот дурдом вот в этом дурдоме мы еще жить будем долго обязательно будут всех втыкать обязательно все будет это пропагандировать и вот этот Дмитрий Крылов который по какому каналу не помню показывал свой ветеринарный сертификат он его показывал вот такая открыла вот смотрите это же очень все просто воткнулись и вам поставили отметочку чтобы воткнулись крылов по-моему непутевые заметки по-моему там какие-то 25 минут плюс реклама 15 минут и из того что там осталось он вот показывает рассказывает это можно в интернете все найти и он показывает вот говорит что я воткнулся и мне выдали ветеринарный сертификат он с этим ветеринарным сертификатом сейчас будут ходить его шлепать будут везде ему потом дадут новый еще какой может может быть он даже и не втыкался может он пропагандом вот и все ну блять показывает с экрана кто там еще может быть кто кто еще так новодворской уже нет но она бы всем бы там хуи бы поставляла а кто у нас еще может быть может роднина а может она еще пойдет пропаганду вот в этом вители когда крылов блять там еще другой крылов был я знаю по-моему певец что ли ну вот ну да открывает сертификат свой ветеринарный и показывает вот вам тут поставят штучку дрючку и вот вы будете вот такие защищены и вы с этим ветеринарным сертификатом будете передвигаться по стране кстати самое интересное хотел сказать по стране опять нашлось место для Израиля и Палестины обе страны так как мне с тебя убрать не убрать обе страны обе обрезанные я уже не говорю ни о чем просто просто обе страны обе обрезанные ��이 и чудили делать религию делить в обе страны обе обрезаны нет они блять всю жизнь вот это нахуя вы это показаты мы так это знаем все они уже привыкли к этому зачем нам это показывать вы еще вспомните аумсиряники все кто это блять о которой так же блять мусолили-мусолили-мусолили-мусолили я еще в советские времена еще помню это, блядь, по черно-белому телевизору горизонт-306 у нас был а у нас Селеника, у нас Селеника Израиль-Израиль, Палестин ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты блядь, да мы знаем, что у вас там все это происходит, вы уже привыкли к этому нет, блядь потом закрыли эту тему, опять Эбонавирус, и в Израиле Что-то там 90% что ли Воткнутых Или 60, ну в общем больше половины Воткнутых и им разрешили Снять ПРНД А потом опять заболевание пошло Вер, блять, так вы же воткнутые А оказывается мне знакомые говорят Да что ты, у них же там это, приезжих много Там студенты, практиканты, проститутки Ну да, где-то так Вот, вот У них же приезжих много Они всех там их заразили Да может они просто герпесом их заразили Может быть они с сифилисом их заразили Я просто сомневаюсь Как их называют Те, которые С волосиками Потому что я понял Что они ходят в этой ПРНД Мороды у них там Так что я сомневаюсь Что они будут ходить И вот Поснимали ПРНДД И все, они заболели Да они не из-за этого заболели Вообще, блять, никто там не болел Израиль, Израиль у нас прям это Израиль у нас прям это Такой весь победун Победун, победун всего Победун всех этих прививок По прививкам По втыкам Повтыкали их там все Они опять там все заболели по новой, блять Поразительно просто Я не говорю о том, что страна, что Палестина, что Израиль Что один, другой У них всю жизнь это будет У них будет это всю жизнь А здесь не жалеть надо Здесь просто закрыть на это глаза И не смотреть на это Просто не смотреть У них постоянно это будет Искачание времен Это все будет Та-ты-ты-ты-ты-ты Тр-ты-ты-ты-ты Блять, ебать колотить нахуй Как некоторые могут сказать, что Вот, если бы у тебя в стране Вот, если бы у меня в стране такое было То, может быть, у нас было бы Побольше песка И побольше нефти Хорошей И алмазов Да хренище Вот тогда бы это была бы другая страна А не та страна, в которой я живу У нас своих дураков хватает Которые вместо Сказать здравствуйте Наденьте маску, блять На маску Маску наденьте быстро Блять Ебанутые Кроме этого Больше ничего нет То есть, вот Надень перенже Иначе тебе будет Перенже Сегодня приехали Чего у них сегодня, блять Случилось, блять Вторник И как только Палестина с Израилем Начали вот это Вот это вот Все Сразу об Эбаной вирусе Затихло Все затихло Никому ничего не стали говорить Потом, как затихло У них все По-моему, через месяц Они же там каждый день Говорились Вот, что это Что их там обстреливают Все затихло У них Началась Третья Волна Я уже Говорю, что там уже не третья А десятая Наверное Вот И поперло Все В каждом городе По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Они же отставать не будут От статистики Им надо ковырять 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 Все У нас За всю Ой Всю вот эту Поебень Которая сейчас Вся происходит Один человек Один человек Все остальные Были Мнимые Больные Мнимые Больные Это уже Новый Виток Людей Которые Считают Себя Что они Переболели Большой Соплей Это Действительно Так И Охуих Ты Там Переубедишь В этом Что это не так Большой Соплей Переболели И у них Стало Все По другому Запахи Они чувствуют Не так Как все Остальные Люди Они чувствуют Как-то Это Лучше Лучше Или Хуже Знаете Как сказали Что Если Вы Переболели Большой Соплей То У вас Отнимется Обоняние И Прирастет Какой-нибудь Я не знаю Новый Глаз Глаз Который Будет Видеть Все То Что Не Видит Обычный Человек Я уж Не знаю Те Кто Переболел Большой Соплей Вы Видите Каким Третьим Глазом Своим Что Нибудь Открылся Он Чакры Откры Открылись Вот Или Нет И Вот С этим Обонянием Очень Конечно Странная Фигня Когда Люди Болеют Просто Гриппом Обыкновенным Классическим То И Обоняние Тоже Страдает Есть Изменения Кстати В Обонянии Поэтому Непонятно По каким Причинам Те Переболевшие Большой Соплей Учитывая Что Они Не знают Точных Симптомов Данного Эбанов Вируса Считают Что Они Самые Главные Умные Что Да Они Попали В статистику Они Попали В статистику Они Попали Статистику В нашу Статистику Которую Мы же И Пропагандируем Как Вот Крылов С этими Непутевыми Заметками Показывал Свой Ветеринарный Сертификат Вот Смотрите Вам Воткнут И напишут Чтобы Воткнулись У меня Просто Такое Впечатление Что Ну Не Впечатление У меня Мысли Такие Уже О том Что Я Вообще Уже Втыкаться Не буду Ничем Дифтерия И корь Корь Кстати Очень опасная Вещь Это я знаю Не понаслышке Видел людей Они умерли Взрослыми И люди Умирают От этого Тоже Инфекционная Фигня Дифтерия Коль Раз в 10 лет Ставится Это тот же самый Стофилококк Золотистый Так же Можно Заразиться Заболеть Да и умереть Наверное Еще Какая-нибудь Фигня Будет Понимаете Дело Не в том Что Вы Воткнулись И вы Защищены И при этом Вы можете Говорить О других Людах Которые Не воткнулся Все что Вы хотите Дело в том Что это Зависит от Каждого Человека Личного Но вот Воткнулся Он Живет Он своей Жизнью Никого Не трогает И ему Большое Спасибо За это Конечно Пропагандировать О том Чтобы Не втыкаться Я не буду Втыкайтесь Втыкайтесь Почему Я объясню Чтобы Я не заразился Вот и все Втыкайтесь Чтобы Я не заразился Ну Лишь Только потому Что Уже Вот столько Времени Прошло Я Стольких Людей Перевидел Понимаете И они Все Говорят Большинство Говорят Что Вот наши Знакомые Вот знакомые Знакомых И так далее Это песня Песня А главное Она будет Идти Постоянно А что Вы не говорили Когда Гриппом болели люди Да Стандартным ОРВИ Почему Вы не говорили О том Что Вот А вот наши Знакомые Переболели ОРВИ Да И ты Такой бы Сказал Ну И чё Ну И чё Что они Переболели ОРВИ И что С того Что они Переболели Это было бы Смешно То же самое Смешно И с этим Эбану Вирусом То же самое Смешно И с этим Та-та-та-та-та-та И вот это Вот Всё И показывают Показывают Чего вы нам Показываете У них 100 лет Они родились Уже с этим Они уже С этим оружием Родились Они уже Все Начипованы Эти Не надо Ничего Показывать Это будет Всегда Постоянно И всю Жизнь У них Да Пусть Они В этом И живут А если Они хотят Чтоб Их Пожалели Тогда Лучше Об этом Не Говорить Мне Знакомые Рассказывали О том Что Да У них Там Всё Очень Плохо Вот Ты Не Понимаешь Ты Говоришь О том Что Вот Так У У них Всю Ну Я не Говорю Что Они Две Страны Обрезанные И Чего Им Делить Только Религию Наверное Вот И Мол Я Глумлюсь Над этим Я Не Глумлюсь Это Они Над Нами Глумятся Что Показывают Что Рассказывают Это Лучше Вообще Об этом Не Говорить И Не Показывать Как Только Об Этом Никто Говорить Не Будет Так же Как Об Эбану Вирусе Большой Сопле Когда Они Будут Об Этом Говорить Тогда Все Об Этом Забудут И Никто Не Будет Использовать Я Вот Сейчас Вот Наблюдаю Маршрутки Даже У меня Кстати Социалистическая Карта И Без Перендж Сперендж Сперендж От Трех До Пяти Сперендж Бывает Один Ну Редко В Трамвае Троллейбусе Автобусе Ну До Пяти До Пяти Человек В Перендж И С Перендж То В Перендж Это Значит Вот Так Вот Так В Перендж А С Перендж Это Вот Так Вот Поэтому Считать О том Что Блин Кто-то Что-то Заразится От чего-то От чего Вот Это Что-ли Спасет Ну Один Кашленет Другой Кашленет У нас Ребята По смене Тоже Кашляют Кашляют И нормально Все Никто Не заболел Это Просто Каша Да Я понимаю Что Я же Не знаю Точно Конкретно Что Это За Каша Какого Он Рода Какого Происхождения От той или иной заразы. Это же надо все изучать. Особенности организма у каждого человека по-своему реагируют на те или иные изменения, добавленные извне. Привкус у меня кедровых орешков очень сильный. Он ничего не перебер, по-моему. Ни макадамия, ни пекан, ни грецкий. Послевкусие кедровых орешков чувствуется. Поэтому, резюмируя то, что я уже сказал, сроки годности как сроки реализации это одно и то же. То есть вы должны понимать, что срок годности, что реализация это, ну как бы сказать, по-другому сказано. То есть одно и то же. Ой, забыл это слово. Вот потом. Вот. Срок годности, конечно, вот с орехами, то, что я вам объяснил, сказал. Да, безусловно, у них есть. Есть окисление, этот процесс необратимый, это сложность. Или вкусовая будет сложность, или желудочно-кишечная будет сложность. Это уже зависит от того, как организм это все примет. Это плохо. Это действительно плохо. Есть при окислении, на таких орехах, например, те же самые макадамии, окисление, происходит большое выделение бактерий, которые могут быть рост свинниками, стафилокула. Я почему говорю, может быть, потому что обработка после выдирания вот этих ядер из скорлупы, она всегда влечет за собой какие-то определенные последствия. Вот. То есть обрабатывают их всякими разными средствами. Вот. И далеко не пищевыми. Потом это все промывается, высушивается, и все-таки бактерии, они могут существовать. И будут. Вот. То есть срок годности здесь обязателен. Прямо четко высчитывать надо. Ну, а с парфюмерией-то тут думать даже не надо. Даже и у этого есть срок годности, но никто никогда не пишет. Я не помню такого, чтобы на перенже писали на упаковке срок годности. Хотя, может быть, и есть, но не заметил. Вот. А вот срок реализации, как с парфюмерией, да, ну, вот они проще это и говорят. Это для них срок реализации, нежели срок годности. Вот. Им так легче понимать, то есть, да и мне легче понимать, что это срок реализации товара. В этот срок не успели уложиться. Могут отодрать эту этикетку, наклеить новую. И срок реализации продлен. Вот и все. С продуктами тут посложнее. Тут понятное дело. Вот. Ну, вот с перенже мы, конечно, еще надолго засядем. Этих блогеров, конечно, мне очень жаль. Ну, те, кто воткнулся, вы будете втыкаться еще раз, еще раз, еще раз. Без этого вы никак. И когда показывали очереди, очереди за сиропом, и все говорили, мы хотим воткнуться, мы хотим воткнуться. Это знаете, как это, каштанка, вот это вот, за кусочек сахара бежит. Вот наши так же стояли в очереди, показывали. Ну, конечно, это тоже пропаганда, пропаганда вот это неудовлетворение людей. Вот. Вот. Мы так спешили. Мы так спешили. Мы хотели воткнуться. А тут нет сиропа. А тут нет сиропа. Где же? Где же этот сироп? Надя. На следующий день 70 тысяч этих сиропчан привезли. Вот. Вот. Мы такие счастливые. Мы воткнулись. Боже мой. О клещах еще. О клещах в этом году говорили только в мае. В 21 году в мае. Оказывается, за одну неделю обратились 8 тысяч человек укушенных. А у клещей бывает эпановирус или нет? Наверное, он как-то по-другому же, он все-таки, да? Энцефалитом называется. Ну, и эпановирус, да, он такой. Оказывается, 8 тысяч человек сразу же, наверное, верно, единовременно. За всю неделю. Ну, хорошо. За всю неделю. Как они любят преувеличить эти цифры? 8 тысяч. В 20-м году ни одного. Зато в этом году, в 21-м, на нынешний. В мае. 8 тысяч сразу же. Все. И все замолкнет. Все. Больше нет никаких людей, которые бы обращались за каким-либо медицинской помощью. За какой-либо медицинской помощью. Нет больше. Только эпановирус. И только статистики. О них так и будем, мы, наверное, говорить, потому что по-другому никак. Но я вот заметил. Люди уже стали немножко приходить в себя. Но, к сожалению, очень поздно. Потому что нужно было бы все это прийти в себя еще гораздо раньше. Еще в 20-м году. Но они сейчас только начали приходить в себя. Не носят эти перенжи. Молодцы. И правильно делают. То есть, если человек кашляет, я считаю, надо носить перенжи. А если ты кашляешь, сокли там, приболел, это надо делать. Если ты здоров, если у тебя никаких симптомов нет, а бессимптомного, так называемого, эбановируса, мне моя говорит, ну, как бы, ну, это сказки. Ну, потому что бессимптомный, ну, как это можно определить, да? Ну, сами подумайте. Бессимптомно переболел. Ты не можешь переболеть бессимптомно. Это все равно, что у тебя нет никакого заболевания. Но тебе говорят, что ты болеешь. Потому что что? Потому что это кому-то надо? Ну, как можно болеть бессимптомно? Ну, грубо говоря, то есть, на лице, на языке, в анале есть бактерии, которые живут. То есть, бессимптомно я могу кого-нибудь заразить. Да, если полежу где-нибудь, в каких-нибудь местах у меня, блядь, ну, это пиздец какой. То есть, бактерии живут на человеке. Внешне, внутренне. То есть, его можно просто так сказать, что он бессимптомно болен бактериями. Вам не кажется это абсурдом вообще? То есть, когда про человека говорят, что он бессимптомно переболел Эбану вирусом. Ну, уже все чем-нибудь переболеют. Той же самой глупостью, которую люди это распространяют. Вот. Ну, по-моему, все я новости собрал. Тут, грубо говоря, одна тема, а собрал несколько тем. Вот, почти что полтора часа. Все, было приятно пообщаться. Ну, я надеюсь. Мне было приятно поговорить с камерой, с видеоглазком. Вот. А уж как вам там, расскажите в комментариях. Хотя я не уверен, что вы будете досматривать все эти час 22, час 23. Сидеть и дослушивать. Хотя есть некоторые моменты, которые можно было бы обсудить. Все, всем пока.